Мы должны были для сохранения престижа нашей страны, Советского Союза, выполнить первый выход и женщины в открытый космос, потому что эта графа в приоритетных достижениях космонавтики была не занята. Мы понимали, что за тем, как мы эту работу сделаем, стоят коллектив нашей космонавтики, ракетно-космической областной, и коллектив Института электросварки. Эксклюзивное интервью дважды героя Советского Союза, лётчика-космонавта Светланы Савицкой. Специально для документального проекта «Борис Патон. Человек будущего». 30 ноября в 11.00 на Интере.